Всем добрый вечер, это WallSuite Online. Всех приветствую на еженедельном обзоре. Каждую пятницу в 20.00 по одной и той же ссылке проходим абсолютно открытый доступ. Итак, неделя была достаточно специфической. Рассмотрим ключевые уровни и возможные сценарии на следующую торговую неделю. Итак, начнем с новостей. На следующей неделе по экономическому календарю в понедельник ВВП по Китаю, третий квартал. Ну, аналитики планируют, что будет на 0,2 меньше предыдущего показателя. И объем промышленного производства в Китае, ну это в 5 утра отчет, тоже на 0,10% меньше предыдущего отчета. Ну, собственно, кризис во всем мире как раз и на Китае начал потихонечку сказываться. Во вторник, ну, в принципе, вся неделя следующая по штатам будет очень активной, много компаний отчитываются квартально. И, можно сказать, вся неделя будет посвящена отчетам по строительству домов, продаже недвижимости, разрешения на строительство. Во вторник будет как раз вот сколько выдали разрешений на строительство в сентябре, ну, потом среда может удивить, а может и нет. Решение по процентной ставке в Канаде, у них сейчас полпроцента и аналитики думают, что ничего не поменяется. То есть, так и оставят, хотя есть куда сбрасывать. Мы сегодня еще посмотрим по ситуации по Канаде, там достаточно есть замедление и очень много компаний. Ну, год этот очень плохо закроют. Четверг. Решение по процентной ставке Евросоюз. Пять сотых у них сейчас. И пока нет ожиданий аналитиков. Ну, вряд ли уже ниже. Ну, и также в четверг еще продажи на вторичном рынке жилья. Планируется, что чуть-чуть больше предыдущего отчета будет. Пятница. Индекс злоу активности в производственном секторе Китая и Германии. Еще по следующей неделе также важно отслеживать будут отчеты таких компаний. И они в основном по штатам. В понедельник IBM, Morgan Stanley, Tornyk, Bank of New York. Потом POSCO, Pentair, Yahoo. В среда отчитывается... Ножен Trust. Это один из таких крупнейших. SanDisk и в четверг отчитывается E-Trade. Потом из крупных Microsoft, Nasdaq и Severstyle. Причем отчитывается в четверг на российские биржи. А в среду, если не ошибаюсь... Или же в четверг... А, в четверг на лондонской бирже также отчитывается Северсталь. Ну, вот, в общем-то, и все. По крупным компаниям. Отчетность. Еще стоит выделить... Вот, хотел продемонстрировать вам ситуацию с текущего дня, год назад. Вот этот отчет по... Вот, мировой. То есть, по странам, по регионам. Обратите внимание, в комсистене Канада у них Royal Bank. В Канаде, да, минус 14. Минус 13. Вот, по поводу процентной ставки. Вполне... Воспасение могут немножко еще понизить. Но 0,25, например. Обратите внимание, на Бразилию. Там просто кошмар. Минус 60%. И банковский сектор, и... Производство. В общем, ситуация бразильского экономического бума замедляется. И... Мексика тоже так... Ну, Бермуды там, в основном. Также началась такая негативная обстановка с Британией. Вот, банк немного уже ушел в 10%. И это за год. Еще, вот, Royal Bank of Шотландии. То есть, финансовый сектор в Британии уже начал показывать отрицательные показатели. Немного Ирландия удивила. Хотя они были, в принципе, неплохо шли. И более стабильнее себя чувствовали. Ну, Швейцария пока вот ровно идет. Причем, UBS неплохо все показал. Так, Франция. Тут тоже более-менее спокойная. Испания, Santander, минус 27%. Что за сайт? Это Finviz. Всем известный сайт finviz.com. Можете пройти. Да, да, да. Совершенно верно, Сергей написал. Его дизайн обновили. И очень удобно разбивать по секторам. Сейчас мы это все посмотрим. Так, Израиль тоже более-менее. Вот Китай. Петр Чайна минус 25 практически. Али Баба 30. И 3.4 вот Байду. Япония более-менее держится ровно. Вот Тойота немножко упала. И остальные более-менее по крупным. Австралия. Вот на удивление, смотрел где-то месяц назад. Там тоже и банковский сектор более-менее просел. Что там происходит в Австралии. К сожалению, информации нет. Ну, очень-очень настораживает Испания. Скорее всего, в новостях. И как только нужен будет какой-то негативный повод, я думаю, про нее начну вспоминать. Ну, и Бразилия. Ну, Канада, само собой. Это, в общем, по фондам, по эти фишкам, ситуация выглядит немножко в другом свете. Ну, более-менее держится индексы Штатов. Тут есть некоторые с просадкой, но возле нуля практически. По нефтянке, все, вот, United States Oil Fund use a ticker в минус 25%. Пускай еще держат нефть над этих ценах. Как видите, очень много просело эти фишек. Так, что еще у нас стоило? Так, Energy. Так, здесь тоже просадки идут по тем же американским компаниям. JP Morgan тут эти фишка одна на 20%. И так, 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 это нет. Это по золоту. Совсем забыл, что эти. А вот International Russia, я думаю, все знают, Market Vectors, Russia IT-фишка, плюс 20% это за год. Обратите внимание, и Russell, так, где тут этот тикер? Честно говоря, даже не знал, что есть этот Daily Russia Bull 3X E-D-фи. И они, как видите, все в достаточно неплохой обстановке. Единственное, тут у нас спросил Beer Daily Russia. Какой-то еще сектор хотел показать интересный. Так, 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 Energy. Финансовый сектор. Региональный еще держится. Ну так, более-менее у нуля, в общем, финансовый сектор. Но по некоторым регионам очень печально. Так же, по штатам, по штатам. На самом деле, полезный сайт. Абсолютно удобно. И мы просто смотрим пока карту. И есть очень много разделов полезных. Поэтому советую свой арсенал добавить. И здесь как бы и за неделю можно смотреть статистику, и за день. Ну, за неделю мы точно сейчас посмотрим. Ну, в общем, Facebook и Google рулят. Как видите, 30% на Google и 23% Facebook. Facebook, AT&T, ну, мобильный сектор, это понятно. IBM просел. И Microsoft как-то слабенько по сравнению с... Просела уже на 10% ExxonMobil. А ну, понятно. И шелон за ним потихонечку. Потихонечку. Apple как-то слабенько в этом году. И больше интересуют финансовый сектор. Wells Fargo минус 2. Bank of America минус 8. Citigroup минус почти 2. И единственный J.B. Morgan полтора процента в словах плюс. Ну... Тут еще у нас... Ну, там уже по мелочи. А! Честно говоря, не... Не сталкивался с новостями по Walmart. Почти минус 30%. У них там жесткая просадка. И... Ну... Насколько сильно это повлияет на общую динамику? Скорее всего, не сильно. Но, я думаю, негативом могут создать... Или Прокорд просел. Ну, в общем... Если финансовый сектор уже по минус 10% у Bank of America, то... О чем говорить у электрончиков. Так, это Full. Угу, 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 угу... Вот. Ну, и сейчас посмотрим за неделю, вот как держится, в принципе, на этой неделе... По планете Земля... Как видите... Алибаба уже плюс 6% добавила вместе с PetroChina... И более-менее... В Ирландии стабилизировалась ситуация. Хотя, вот... Есть у нас... ATN... На 6% упали. А Бразилию шуртят... Без остановки. Скидывают, скорее всего... Долго еще будут сбрасывать. Так, Япония более-менее ровно там... В Инцебище немножко... Ну, в общем... По планете так более-менее на этой неделе... Без особых... Отрицательных тенденций. Сейчас еще посмотрим. В общем, по секторам... Валмарт на этой неделе еще 11%... И... Так, в принципе... По финансовому сектору... JP Morgan... На удивление немножко... А так, Bank of America, Citigroup... Все вместе с S&P потихонечку... Также можно... Посмотреть... По группам... И интересная ситуация по... Не-не-не-не... Сейчас по капитализации... Это... Графики... По... Группировка акций по капитализации... Крупная... Если не ошибаюсь... Это средняя... За... Moving... К сожалению... Не знаю... За сколько... Периодов... Наверное... Двухсотка... Вот... Это крупная... Уже вышли... С... Мега... Плюс 4... И... Вот... Пока еще в отрицательной зоне... Микро... Средняя... Плюс 5... Стаки... Нано... Еще в отрицательной зоне... И маленькие... Плюс 2... Ну... В общем... Крупняк уже вышел... За... Среднюю... Так... Здесь еще... Спектрум... Ну... Тут... Уже... Не столь... Полезная... Информация... Тут... В принципе... По... Свечам... Где мы тут... Вот... Не-не-не... Вот-вот-вот-вот-вот... Значит... Финансовый... Кому удобнее... Воспринимать... Информацию... В виде графиков... Не... В... Кружочков... Либо же... Там... Скринеров... Вот... Лучше смотреть здесь... Утилити... Технологии... Плюс здесь... Неплохо... И... Слабенько... Очень... Финансовый сектор... В общем... Заигрались они со своими... Процентами... Процентами... Ставками... Так... Ну... Смотрите... Есть такой вопрос... К... Участникам... Стоит ли... Публичный рейтинг... Продолжать... Вести... Рассматривать сделки трейдеров... Насколько полезна эта информация... И нужна ли она... Вот... Так что... Если в чате есть желание ответить на... Вопрос... Нужна либо... Не нужна... Коротко... Ну... Хорошо... Тогда... Буквально основные инструменты... По самым... Крутым сделкам... Так... Закрыта... Покупка... Здесь... Клим неплохо... Зашел... Но... Достаточно серьезные просадки... Пересиживал... Так... Тут не считается... Здесь... Жуть... Ну... Так... Как-то... Стремно... Вот... 15... 14... Было... Рисковые сделки... Ну... В общем... Мне... Некого похвалить... Вот... Бум еще старался... Технично... Даже... На удивление... Но все равно есть... Рисковое... Увеличение убыточной позиции... А это... Не сильно хорошо... Так... Так... Тактически... Начался вести... Хорошийся Риксес... Вот так вот он... Порвал... В общем... РТС... На этой неделе... Ну... И... Ну... Как бы... Заслуженно... Первое место... Не поспоришь... Зафиксировал хорошо... И даже... Попробовал... Реверснуть... На продажу... Со второго раза... Ну... Все равно... Видите... Удерживают... 88... И это хорошо... Вполне могут вытащить... Агран 220... Тоже был в покупках... Зафиксил... 15... И... Полез... Полез... К сожалению... Сегодня... Шортить... Да и вообще... Сегодня... Не особо... Рынок был расположен... К... Торговле... Тем более... Пятницу... По статистике... Не самые лучшие дни... Для... Этого события... И... Второй... Также... Аккаунт... Его... На покупке... Фиксация... Вышел вовремя... Перед выходными... Так... 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 Сон 2... Вот... Такие вот... Продажи... Сегодня... Уже... Открыты... Покупочку... Протащили... Попробовали... Зашертить... 15... Вовремя... Спрыгнули... Это хорошо... Так... Ну... Матера... Матера... Круто... Что не зашли... Ну... Не зафиксили... Протащили... Продажу... Хорошо... Протащили... Фиксация... Удачная... Очень хорошо... По делу... Судя по всему... Покупка... С 2 раза... Пошла... Вот... Это вот... Лишнее... Вот... Этот шорт... Намного... Лишний... На минимуме... Недели... Так... Мы тут круто... Ушли... Сразу... Без убыток... Ну... Классно... И вот... Еще... Это... Похоже... Проделки... Тридцать третьего... Трейдера... Да... Покупка... На максимуме... И шорт... На минимуме... После... Такого... Роста... Ну... Так... В принципе... Зачетно... Круто... Всем бы так... Так... Электрон... Вот... Этот рейтинг... Который... Сейчас... Отображается... В... Количестве... Взятых... Тиков... То есть... Капитализация... Процент от маржи... Здесь не учитывать... Столько... Количество тиков... Сколько взял маркет... По маркету... Электрон... Очень круто... Вообще... Уровень... С... Шортом... Там... Лишним... Было... Перед закрытием биржи... Открывать... Позицию... Чем и поплатился... Какой там... А покупка... Вообще... Шикарная... Как и продажа... 12... Может... Если хочет... Раз... Два... С третьего раза... На покупку зашел... Но все-таки зашел... Хорошо... Технично... Вот здесь справился... С этим... Флетом... И волатильностью... Достойно... Достойно... Аплодисменты... Бостон... Старается... Все... Неплохо получается... Даже... Аккуратненько... Аккуратненько... Афонин... Тут... Как-то уж... Перебор... И Макс... Ух ты... Талантище... Технично... Технично... 14... 15... Видно... Пропустил... Не участвовал... В торговле... Ну... Все равно... Даже... Вот... Вчера... И сегодня... Успел... Что-нибудь... Вырвать... Вот... Ну... Раз... Большинству... Интересно... Давайте... На... Анализ... Рынка... Перейдем... Дело... Такое... Я... Я... В принципе... Бесполезный... Раздел... То... Его... И... Завершим... Так... Классер... Профайл... СНП... За... Период... Двух... Контрактов... Прошлый... Плюс... Текущий... И... Видите... Две тысячи удержали... Причем... Удерживали... Всю неделю... Вышли... За... Девятнадцать... Девяносто... И... Очень важно было... Получить... Подтверждение... Тех... Кто в покупках... Как раз... Вот... Выше... Этого массива... Оставим его еще... В качестве поддержки... В принципе... Он... Выполнил свою функцию... Но... Как контрольный... На проверку... Пускай... Будет... Девятнадцать шестьдесят шесть... Девятнадцать восемьдесят восемь... Саппорт... Следующая... Возможное... Сопротивление... Двадцать семь... Двадцать шестьдесят... Но... Его... Можно... Как... Отнести... К второму... Уровню... По приоритетности... Так как... Это... Уровень... Прошлого контракта... А вот... Ядро прошлого контракта... По итогу... Я думаю... Еще... Сыграет... Немаловажную роль... Давайте... Выделим... Вот так... Двадцать семьдесят пять... Двадцать один два нуля... Это... Ядро прошлого контракта... Вот... Достаточно плотно... Простояли... До августа... И... Потом... Ушли... На... Три восьмерки... Также... Уже... Можно... Выделить... Девятнадцать десять... Прямо... Да... Вот... Прямо... Три восьмерки... Выделим... Тоже... Поддержка... Уже... На текущем контракте... И... Ну... На следующей неделе... Очень много отчеток... По... Штатам... И... По компаниям... И... По строительству... Если... Будут... Накидывать... Позитивы... Либо... По недвижке... Либо... По отчетам... По компаниям... Вполне... И... Могут... На этом позитиве... И... До двадцать... Семьдесят... Пятьдесят... Добраться... Главное... Чтобы... Не опустили... Ниже... Вот... Э... 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 Порядывают... Поэтому... Могут быть осложнения... С... Динамикой... И... Либо боковичок... Либо... Вот такой... Вот... Еле... Э... Расширающий... Диапазонный... Маркет... Э... Ждать... В ближайшее время... Пока... Ликвидка не появится... Так... Э... Возьмем... Теперь подельте... Посмотрим... Как там... Ситуация на контракте... Э... 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 СНП без клейки контрактов, как видите, 15 числа активно набросились на СНП, и коридор 98 по 2003, тут плотненько поработали. Объем тоже неплохой, ну, по сравнению с неделей, а так, последние недели две чуть-чуть подупали объемы, также поддержка еще была с той недели, мы ее таки оставим, 19.82, 19.88, даже захватим еще вот этот уровень, 74 по 88, тут ресессии, как раз те, которые мы выделили в поддержке, вот там вот самый-самый дельта массив. Так, сегодня даже нулевая дельта, в принципе, для максимума текущего контракта, и сброс покупок перед выходными, в принципе, даже не переваливает, то есть тут еще плотно стоит коридор пятницы, не корректируется даже двум тысячам, ну, удерживают в 10 баксах, и с учетом фиксации интродейщиков, и те, кто на неделе работает, могли, в принципе, сигануть. Ну, стоят, значит, покупатели есть, и коррекция может быть до 98 тысячи три, как раз под всякие отчеты, расшатают в маркет, волатильность обеспечена на следующей неделе, возможно, не штормовая, но будут задергивать, я думаю, скидывать будут и тех, и других, поэтому аккуратнее, в том ключе и на Ортесе будет это отображаться, так как в последнее время Ортес очень внимательно следит за вот эти фишки Russia Market Vector, или Vector Market Russia, да, да, Vector Market Russia. как только открываются Штаты, он за ним чётенько идёт, поэтому... так... по открытому интересу ситуация, вот, набрали позиции, это хорошо, вчера, и чуть больше сегодня, с учетом того, что там стоит маркет и дельта нулевая. так... и уровни спекулятивные... обратите внимание насколько плотно удерживают коридор с учетом, что, ну, многие, наверно, шортили покупки и закрывали, а это хороший такой прилив шортов все равно держат вполне могут устоять никого не пустить и пойти потихонечку наверх такой сценарий нельзя упускать вполне может быть как с реализацией это уже дело каждого заходить на эти покупки либо дождаться коррекционного момента, но как видите, вот этот рост, который был 15-го числа и дельта там неплохая практически весь этот коридор забросан объемными сделками то есть он не на... ну, это не минус развития сформировано просто достаточно агрессивно закидывали коридор объемом и наверное, выделим его все-таки этот значит, вот 2013 и до 2015 спокойно там массив можно его в расчет брать потом на расширение коридора за локальный 2002 2005 еще один такой ну и здесь до заправка на 2008 там не существенно, но можно выделить обратите внимание 14-е число как жестко и агрессивно пришлось представляете, насколько жестко скидывали людей из покупок что создали реверс в активную часть сессии и потом еще точно такую же модель прям по тому же сценарию прогнали и еще под закрытие это конечно было просто зверски настолько жестко вот именно такую двойную аферу давненько уже не видел такой модели так ну локация вторника на продажу уже пробили вот поэтому носить в отчет не будем ну четверг пятница и часть среды в качестве ядра это 2000 по 1293 можете себе выделить ну вот этот массив конечно просто невероятное что-то надо себе зафиксировать этот день редко так они до такого доходят ну пускай будет так ф ф и с с с чуть попроще все ведет чем смп не так открыто не так нагло удержал 32 и и аккуратненько подошли они к локальному максимуму поэтому поэтому этот уровень в качестве поддержки проверочной проверочной на следующей неделе не просядывает ниже 32 то байер еще есть и как раз процентная ставка там еврозона плюс с расширение локального максимума под болотильность могут сигануть следующая 33 тут уже очень много раз были такое ощущение что здесь просто сам евро центробанк лимитку ставил поэтому 33 это контрольный уровень если на следующей неделе уходим выше него то еще есть надежды на рост хотя не все там так хорошо чтобы инвестировать покупки так они всегда на толпе зарабатывали так ну 33 если одолеют уже хорошо там дальше германия отчет на этой неделе по делу активности все хуже и хуже причем очень агрессивно падает этот показатель и либо не самые честные и по-настоящему отчитываются не дорисовывают цифры киев либо либо там действительно все так печально так деловая активность как раз зима на носу и активность должна быть на уровне повыше бизнес сезон как никак так 96 97 20 саппорт проверочный поддержка и 99 по 10 050 можно даже 10 взять вот эти две сессии в сумме 4 сессии достаточно неплохо поддерживали котировочку поэтому если под процентные ставки все будет тип-топ и не чего не изменится либо ее еще понизит хотя некуда нужно будет пробить этот максимум 160 ну а дальше массивность прошлого контракта насколько они будут ориентироваться на этот диапазон неизвестно но тоже видите идут слабее чем выше тем меньше объемов размещается да и вообще контракт как-то выглядит тоже такое ощущение вот сложилось что мир в ожидании какой-то информации то есть чтобы убедиться что можно заходить нельзя то есть как будто они не решаются кардинально на какие-то тенденции 76 500 79 думаете будет Q4 я думаю что штаты просто перейдут на биткоин и скажут всем вот электронная валюта все кто с нами те 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 в теме и все потому что честно ну не не собирался пока разбираться с тем биткоином что там к чему что это за криптовалюта и вообще как она формируется но практически во всех столицах мира и проводится два раза в год как минимум выставка этому биткоину собираются там пропагандировать так 83 585 ну могут ну в принципе я ждал что как раз вот декабрьский контракт хорошенько раздаст капусту на продаже но судя по всему еще есть продавцы и вот они и тянут так для надежности желательно не пустить индекс ниже 85 в худшем варианте 83 500 если будет удерживать ликвидность 8 9 10 12 ой не 10 12 и 13 было на уровне неплохо но вот как видите под под конец недели активность подупала такое ощущение что попытались показать всем пример что можно покупать но решаются немногие так так если будут атаковать 83 83 500 85 то возможно снова появится ликвидность выше миллиона за сессию по похоже что искусственно как-то может поддерживаются но давайте посмотрим что там на дельте а еще это у нас с июля котировочка 90 уровень тут массивность такая была перед шортом интересная 89 591 с копейками вот мы в него уперлись пробитие за 92 это значимое достижение и как видите мы смотрели за год эти фишки по российскому сектору все в хорошем плюсике там очень хорошим не видно да по 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 индексу что по 20 процентов за год так ну да ладно давайте посмотрим класс ричард на артесе минус 35 тысяч контрактов сегодня перед выходными и его 14 15 более-менее 15 уже выдохлась не смогли восьмая еще отличилась ну в общем 86 по 87 накидывали покупок как могли поэтому уйдут ниже этого коридора все значит уже сдались значит уже все дальше нет смысла искать точки входа на бай и вообще стоять то есть если пустят ниже 86 так тут а за какой период Влад за неделю давайте или за контракт давайте за неделю сначала что пока вы решитесь пока вы решитесь начиная с так даже не с 15 14 открытый интерес вот вот где искусственно раскачали маркет вот и все и сразу же вышли вот видите рубанули позиции сегодня там дельта минус 35 но как видите какого-то ажиотажа открытия позиции не не за незаметно лайтсвит выглядит еще печальнее то есть ну шли все ровно было и с 15 даже с 14 числа три сессии наказывают как могут за месяц давайте сначала контрактам так секундочку тут неправильно подогнаны графики сейчас калибровку сделаем с 13 числа 13 числа 13 14 даже да вот все эти сессии идут против лайтсвит сейчас бренд еще нам будем накладывать бренд идентична тоже с этой же точки с максимума по ртс с скидывают людей причем нефть нормально сиганулась с 54 на 50 4 бакса толкают еще выше по отношению к майс x10 сейчас мы подстроим латильность так и тут надо подгонку сделать вот ну более менее но он вечерка уже ушла на выходные на выходные все еще сражается газпром Zero подпишись давайте тоже выглядит РТС как-то очень позитивно по отношению к Газпрому вот с начала месяца ой с 14 сентября в максимум пытались пробить не получается РТС вот это все движение спокойно мы видели с вами что здесь накидывали открытый интерес потом скинули в общем манипулятивно толкнули выше возможно чтобы толпу завлечь на пробитие локального максимума скорее всего как же назывался фильм совсем забыл про него наш фильм про трейдера который специально хотел за уровень поддержки загнать котировку точно не помню по какой акции Газпрома или Сбербанк в общем там втянул в это мафиози всех ну вот Сбербанк единственный беспощадный беспощадный абсолютно северное направление без каких-либо даже вопросов точно да Медвежья охота хороший фильм надо посмотреть совсем забыл про него ну в общем вот такая вот ситуация нефтянка и Газпром по отношению к РТС не соответствуют а Сбербанк как-то уж слишком на позитиве по мне ну и давайте посмотрим на этой неделе где что набросали я думаю здесь невооруженным взглядом видно насколько открыто поддерживают котировку 87 7 уровень 87 788 3 0 тут набросали объемно поддерживали объемно здесь активность вот это поддержка я понимаю 4 раза уже ну собственно как только уйдут за 87 500 600 я думаю будет все ясно но обратите внимание на 89 тут даже попрощались как по мне на штатах ну в общем вот сопротивление максимум само собой и ядро недели тут бесспорно 3 восьмерочки 88 200 если сиганут ниже 87 там получается у нас весь этот волатильный я бы даже сказал манипулятивный набор позиций такую вот площадку сформировали это стратегически важный уровень поддержки тут как бы я думаю что будут вложить все силы лишь бы не пустить ниже этого уровня потому что собирали тут всех объема немного но старались они тоже три дня особенно вот 86 200 по 86 800 так еще нужно сверить нет не это состояние открытого интереса на текущий период с начала контракта но как видите рост идет без особого ажиотажа без огромного количества участников учитывая что параллельно идет конкурс элчи и тому очень большое количество желающих стать чемпионом даже это не помогает как интерес выглядеть на рост так доллар рубль площадка бесспорно номер один приоритет 80 ой 82 не дай бог 67 по 68 300 даже чуть-чуть плотнее восьмем 68 150 потом в принципе неплохой знак 64 восьмем 150 потом 400 по 63 500 защищали селлеры как могли плюс две сессии с гепом пролетели поэтому в 64 думаю будут еще сражаться если не пустят выше тут еще будет укрепление там уже мы на 62 немножко поддержку можем поймать тут еще с того контракта остались уровни ну в общем на минимуме пока контракта стоим и это в принципе хорошо осталось чуть-чуть еще сигануть если нефтянка не добавит огня с спотиус напомню что маркировка беда с по агрессору уже по спот тоже есть ну ну влад я например когда готовлюсь к торговой сессии я рассчитываю сценарии и на продажу и на покупку с вот тут 50 тут три сессии 60 с копейками 93 ой 99.3 59.3 загрузка перед покупкой 7 миллионов оборот пришелся на седьмое число вот этот 62 уровень как раз 63 потом еще набросали 6 миллионов на вот этой площадке 61 с копейками 61 поэтому вот этот локейшн обязательно стоит выделить тут вторая по рейтингу за последние две недели по ликвидности сессия была и в общем если не пойдут ниже 61 может могут и на 63 ну в общем коридор ясен тут будут в коридоре держать возможно даже на следующей неделе ну вот снижение идет на таких 4 миллионов не ажиотажно скажем так давайте лошадь дельта посмотрим снижение снижение 1 в общем дала рубль и вот возможно влад даже и был прав тут действительно на этих точках активно ведут себя байер и даже вот это снижение обратите внимание либо боя либо селеры сбрасывали продажи еще там семидесятых либо затаривать сейчас посмотрим на открытом интересе как там с позициями но в общем вся неделя плюс 9 число фактически на стороне байера начинали уже 7 числа 125 тонн оборот ну в общем 64 63 кажется либо кто-то перестраховываются в общем тут активность была самая высокая по байерам и естественно вот 9 число с 12 тут обязательно выделить на всякий случай как-то уж не очень так на спорте сейчас посмотрим дельта с 6 числа только по агрессору поэтому сравнивать пока не с чем но вот 700 и 600 как раз на 61 берем проискил пускай будет такой уже хотя давайте так в общем самая крупная агрессора были на 60 90 и 61 и 4 в принципе по отношению к объему достаточно вот девятая соответствует 12 меньше гораздо объема было но тут 16 процентов дисбаланс на байерах 6 половиной миллиона но 6 процентов но как видите если выделить процент на столом набирает обороты и снижение как раз активность под упалом коридоры тут в принципе сразу видно шестьдесят два и два шестьдесят два шестьдесят пять и 60 90 61 40 на всякий случай возьмите на заметочку сейчас еще открытый интерес накинем в довесок не топовой активность за этот контракт бывало и лучше но пытались набирать позиции как раз вот ночью принципе них набрали до 64 коварная в общем тут частенько я наблюдаю когда на ночной сессии происходят какие-то вливания по наблюдательной истории можно частенько заметить что вот какие-то размещения идут бывалку что на сбере на фичев на газпроме ночью просто вот набрасывают позиции так ну вот сбрасывали вы здесь котировочку сбрасывали сбрасывали возможно те селеры которые были еще на 64 вот здесь зато и но мне кажется что они до 15 числа скинули все позиции в общем несущественное изменение по открытому интересу и нет притока и не за тока вот ждет рынок чего-то крайне важного так евро это чистого контракта плита тут уже многие прочертили уровень поддержки но в принципе хотя бы коридору вы ставите 112 тогда еще может произойти чудо но уровень проверяют уже второй раз и на процентной ставки могут либо попрощаться там будем смотреть уже по выходу за 1360 но поддерживают неделю так судя по графику их объемов нет вот это все дело поддерживать то есть толкать выше не видно на фичи особо активности странно такое ощущение что весь финансовый рынок выводит капусту и просто сидит в ожидании какого-то коллапса кстати кто следит за предвыборной гонкой штатах там по этому президенту там кучу никакой вояка к власти не придет ну у всех империй наступает период ну у всех империй наступает период заканчивается римская греческая ну в общем 14 60 15 35 сопротивление еще на самом крупном объеме пока за два контракта и 13 по 12 тут контрольный уровень поддержки в принципе если будете шортить то вот в этом коридоре нужно внимательно смотреть на поддержку фунт фунт карлос приветствую так на фунте уровень 4 пятерки отлично модель вроде как бы на разворот вот видите на сентябре пришлась но на этот разворот чуть малая объема потратили поэтому может быть ненадежным этот локейшн в общем так не разворачивают маркет вот 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 так вот разворачивают 150 тысяч 4 тысяч контрактов 149 а тут даже соточки не было нигде поэтому надежность этого уровня под вопросом так дошли до 54 50 54 и это хорошо ну в принципе если будут стараться сохранять тенденцию на рост то 52 90 53 50 должны удержать тем самым создадут такой небольшой внутри на поддержку канал как раз вот они сбросили селлеров до 52 и ушли стоят два дня на максимуме на рост в принципе бросили капусту по соточке на 2 сессии было вот потом чуть-чуть утихли ну неплохо странно что здесь совсем не было активности франк но здесь поддержка само собой плита еще с того контракта ликвидность идет ну такая в норме но не повышенная то есть не ажиотажно растут крупных вливаний на сильное движение не выделили первый уровень сопротивления а потом 0.7 и до максимума идут очень тяжело для франк это еще нормально так нефть 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 с одной стороны хорошо что без особого объема но снижение было на слабеньком объеме не не отличились до этого неделя были на хороших объемах покупки поэтому тут контрольный уровень и проверочный и уже четверг протестировали массив еще с этой с этого месяца и тут остается пробить 50 по 49 15 там такие злощатные три сессии все не могут локальные 50 пробить видно 50 больше 50 долларов что-то поменяет на нефтяном рынке в общем желательно чтобы ниже 44 не пускали тут очень много постарались объемов особенно здесь поэтому здесь 44 45 это проверочный уровень ниже желательно чтобы не пошли бренд тут ликвидность ровно идет весь сентябрь ощущение что каждый день подконтрольно с той же самой ликвидностью работают 47 48 саппорт поддержка и ну контрольный уровень желательно чтобы ниже не пускали это вызовет тут огромное количество стопов и открытие позиций на пробитие импульсивно могут уйти ну и 54 как заколдованное уже второй раз не пускает в принципе если на следующей неделе в районе 50 51 будут еще сражаться то уже третий подход может быть удачным вполне вполне не единственное вот 12 реакция была не очень давайте посмотрим как на бирже форс относится к активности на нефти и так это бренд грудь который торгуется на бирже форс 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 позиции грудь ответ прохведе with fear которого судя по всему, ажиотажно. 16 число прошло. Сразу сигану в уровень открытого интереса. Совсем чуть-чуть зафиксили. Единственное, что это странно получается. Не, так это будет за новый контракт. Понятно, что набирает. Не, не, не. Так. Золото еще напоследок. Там как раз не надо снимать кнопку Мэш-контракт. Там же по месяцу торгуются этой нефтянкой. Так, золото. В отличие от прошлой недели, где ликвидность была ровненько-ровненько, на это чуть-чуть разнообразнее. Причем, чем выше, тем больше объема набрасывают. А пятница, ну, совсем. Что-то по всем рынкам такая неликвидная пятница. Хотя бы в норме держали бы. Так. Ну, поддержка здесь, очевидно, 155.11.44. Так. Потом промежуточная загрузка 165. Взять на заметочку тут начали накидывать объемов. Ну, если 174 даже не пробьют, тогда агрессоры на покупку серьезные. Серьезные. Сейчас глянем дельту. Хоть намек есть на покупки? Или опять? В общем, были покупки, да? Сплыли. Хотя... Сейчас еще агрессора глянем. Да, тут активно две сессии. В общем, надежда только на 13-е число. 169 по 166. Вот. Коридорчик возьмем. Ну, тут, видите, две сессии. Не показатель, но все равно. Смотрите, просто так... Да, вообще? Но... на форт золото торгуется прям ну как будто линейку приложили финансисты такого ровного четкого прям вот как будто даже вроде поверил технический анализ так а действительно что вот это вот усложняет все прочертил линию и все и богатый даже не знаю техничный рынок наверное не видать ну в общем с начала октября как видите набирают позиции топливо есть пока вот сброс был только на макушке это по форс ну как там участники на форс видят рынок дело такое так что еще напоследок так платина нужна Продолжение следует... Продолжение следует... Тут даже можно и не гадать. Тут по щучьему явлению по Сбер-Акатиню здесь сразу же подкидывали объемчиков. На расширение тоже навалились 20 миллионов 100 оборотов и сразу активность сетях до 11 упали. В общем 85,5, 83,7 вполне могут защищать еще и до последнего. До загрузка промежуточная тут проскакивали 79,4 по 80,90. Ну, все равно рынки реагируют. Глобализация уже тесно связала маркеты настолько, что... У нас же не Северная Корея, мы не изолированы от других рынков. Чуть дернулась нефть сразу... Так, Сбер, ну, в общем, 73,5, 76. Здесь стратегически важный объект. Доза правка 79,4, 80,9. Ну и три сессии сражались байеры очень даже ничего. 83,7, 85,4. Ну, посмотрим сейчас по дисбалансу. Если так, тогда... Без вопросов. Да. Маркировка прямо с биржи идет по PIDASC. Поэтому 5 миллионов дельта 8,3 и 207. Значит, 14-го было миллион и полтора, вот, 15-го. Сегодня даже чуть-чуть, там, немножко на 300 тысяч что-то загнали. Как видите, с конца сентября стараются с байера. Ну и вот эта дельта, где были крупные объемы, как раз совпадает. Ну, неплохо. Сейчас Газпром еще порадовал бы. Не, индекс бакса уже нет. Это, наверное, коварный инструмент. У него свои какие-то маневры, своя жизнь. Абсолютно... Смысл смотреть фьючерсы на индекс долларов. Не, он-то важен для анализа. Просто печатают доллары, да и печатают. Так, Газпром. Было все хорошо сначала октября и потом чуть-чуть замялись. Ну, похоже, что ждут расширение нефти. Будет ли за 50 или 54, либо же нет. Ну, в общем, пятница, видите, как могли сбросить байеров, потому что ниже минимума недели не ушли. 140, так и заморозили. Но 135, 139 возьмите, как... Даже можно взять более точно. 134, по 137. И потом вот поддержка на 139, 141. Двадцатого числа будет интересная вещь. Это 5 торговых стратегий. Курс будет посвящен непосредственно этим стратегиям. Вам хороших выходных. Встретимся в следующую пятницу. Рад был всех видеть. До новых встреч. Попутного тренда. Берегите себя. До свидания. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова